Сегодня я расскажу вам важную информацию о биткоине, именно о том, почему шансы на выход биткоина из треугольника вверх значительно выросли. Эти индикаторы и сигналы никогда не ошибались в прогнозировании конкретного направления цены за всю видимую историю биткоина. Также мы поговорим о конкретных ценовых целях после этого. И конечно же мы покажем вам то, как изменяется объем холда в этот конкретный момент и почему это очень позитивный сигнал на конец 2019 года. Поэтому ребята, если вам это интересно, убедитесь, что вы приготовились смотреть это видео, поставьте большой палец вверх, добро пожаловать на наш канал и мы переходим прямо к контенту. Начнем с вопроса, что это за зеленая линия и стрелочки. Я объясню эти моменты и вы поймете, что это очень четкий и сильный сигнал. Мы уже говорили об этом золотом кресте и о том, как он позитивно влияет на цену биткоина. Мы рассматриваем и золотой крест и крест смерти здесь на трехдневном графике, ведь это намного точнее, чем однодневные свечи, которыми пользуется большинство. Не только по той причине, что так проявляется намного меньше ложных сигналов, но и потому, что всегда после золотого креста 52-дневная зеленая средняя находится выше желтой 200-дневной и становится значительной поддержкой для цены биткоина. Причем так было на протяжении всей истории биткоина. Если и случалось ее пробитие, то только тенями самых жестких падающих свечей, но трехдневные свечи никогда не закрывались ниже. Сейчас мы наблюдаем очень позитивный сигнал после золотого креста, потому что если история повторится, свечи не закроются ниже 52-дневной скользящей. А теперь слушайте внимательно, что случилось недавно, 7 сентября. Вы можете проверить это лично на графике. Эта скользящая вошла в нисходящий треугольник. Да, мы знаем, что обычно линия поддержки нисходящего треугольника пробивается вниз, но мы наблюдали восходящий тренд прежде, чем войти в этот треугольник. У нас есть эта линия поддержки, теперь еще и самая сильная линия поддержки на бычьих рынках, это средняя скользящая, вошла в треугольник. Что это значит? То, что шансы значительно выросли. Потому что если пробитие вниз все-таки состоится, то это сломает все структурные механизмы этого рынка. Потому что еще никогда за всю историю во время бычьего рынка такого не происходило. Поэтому такое закрытие просто уничтожит всю рыночную структуру биткоина за все время его существования. Итак, это был первый аргумент. Второй и вовсе сносит крышу. Это индикатор SFP, с помощью которого можно, как говорится, покупать дно. Если этот индикатор ниже единицы, это значит, что большинство трейдеров торгуют в убыток. Как вы помните, индикатор рассчитывается математически путем деления стоимости реализации на стоимость создания. Проще говоря, цена продажи, разделенная на цену покупки. Поэтому если индикатор ниже единицы, это индикатор покупки просадки. Потому что цена покупки трейдеров была выше, чем цена, по которой они продавали. На бычьих рынках это не может происходить слишком долго. Поэтому я обозначил все эти сигналы на покупку дна зелеными стрелками на графике. Мы видели этот индикатор в апреле как раз перед большим пампом. Далее было еще два таких сигнала здесь и здесь. И вот здесь на золотом кресте тоже. И каждый раз, когда мы видели такие сигналы, происходил дальнейший рост цены. И сейчас в этот момент на графике индикатор опять упал ниже единицы. И как вы видите, цена выросла. Еще интересное наблюдение, что после этого цена никогда не достигала предыдущих отметок сигналов. Эта свеча была выше, чем здесь. Эта свеча также выше предыдущего сигнала. И даже эта свеча здесь все равно выше предыдущего сигнала. И это еще один очень четкий, бычий индикатор того, что цена биткоина не упадет ниже этой свечи. А значит не пробьет треугольник вниз. Но это еще не все. Этот график – результат анализа трейдера под никнеймом «План Б». И он показывает, что индекс относительно силы биткоина также направлен вверх. Если этот график находится где-то около отметки в 40 пунктов, это очень плохой сигнал. А затем мы идем выше 60 и немного откатываемся, но отталкиваемся и растем дальше вверх. Так было всегда. График относительно силы биткоина растет вверх, корректируется в последний раз и снова продолжает рост. Это признаки того, что мы находимся перед важным движением вверх. Если что, это не дневной график, а месячный. В то же время большинство трейдеров смотрят на этот график на дневных свечах. Если мы сейчас перейдем на дневной график, мы видим вот эту зону здесь, между 30 и 32 пунктами RSI, в которой цена биткоина всегда отталкивалась вверх. И прямо сейчас, в конце августа-начале сентября, мы снова видели просадку RSI и то, как он отскочил. Это еще один очень позитивный сигнал и еще одна причина, почему биткоин может вырваться из треугольника вверх. Но чтобы вы снова нас недопоняли, это не значит, что прямо сейчас не может быть отката. Помните, что мы все еще можем откатиться до цены в 9,5 тысяч долларов или около того. Ведь цена биткоина может опускаться до 52-дневной скользящей. Тем не менее, все эти сигналы в совокупности дают надежду на очень бычий сценарий и пробитие нисходящего треугольника вверх. Трейдер под именем CryptoVolk в Твиттере также провел интересный анализ. Вот что он сделал. Он обозначил все бычьи рынки на месячном графике. Что мы здесь видим? Во время бычьих циклов мы никогда не наблюдали более чем 2 месяца коррекций. Например, здесь 1 месяц красный, здесь 2 месяца красные. Всегда после 2 месяцев на бычьих трендах происходило продолжение роста. 2 месяца красных и затем зеленый месяц. Снова, вот здесь, прямо в этом году 2 красных месяца, а затем зеленый. Это очень важный признак. Если мы перейдем на месячный график, мы видим, что мы уже имели 2 красных месяца. Это значит, что шансы на то, что мы вырвемся из треугольника вверх, выросли еще больше. Как вы видите, у нас никогда не было более 2 красных месяцев коррекции на бычьих трендах. Это еще один позитивный индикатор для бычьего сценария. Теперь поговорим о целях. Предположим, что все эти сигналы оправдаются, и цена биткоина действительно вырвется из нисходящего треугольника вверх. Возможно, после еще одного отката. Допустим, это случилось. Какие же ценовые цели после этого будут? Конечно, мы хотим 16 тысяч, 20 тысяч, даже больше. Но следующая цель, конечно же, будет вот эта вершина после того, как пробьем этот хай. Также и эти все графики предполагают, что если мы выходим из треугольника вверх, то мы все равно оказываемся в этом торговом диапазоне. Потому что всегда после первоначального пампа, как было в прошлом, например, в 2017, цена оказывалась в торговом диапазоне, который вы видите обозначенным на графике. Такая же история повторяется прямо сейчас. Поэтому мы до сих пор остаемся в этом диапазоне, и мы всегда после первоначального пампа имели 4 месяца консолидации. Два красных месяца, а затем консолидация. Это было в каждом цикле, даже в далеком 2012 году. Поэтому прямо сейчас мы будем находиться в диапазоне между 52-дневной скользящей снизу и 14 тысячами долларов сверху. Но самое важное послание этого видео заключается в том, что учитывая все эти сигналы, шансы на пробитие треугольника вниз низкие. Это не значит, что мы прямо сейчас рванем вверх, как угорелые. У нас все еще есть вот этот уровень сопротивления, который цене биткоина придется уважать, возможно, аж до ноября. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Думаете ли вы, что нисходящий треугольник будет пробиваться вниз или вверх? Проголосуйте в вопросе, который сейчас покажется в верхнем правом углу экрана. Думаете ли вы, что биткоин сломает все то, что на протяжении всей истории было каноном для него? Жду ваши комментарии. А теперь мы переходим к тому самому графику объемов холда, что уже не техническая, а фундаментальная метрика. По нашему мнению, это даже сильнее, чем технические индикаторы. Мы говорим о том, как объем холда сейчас направляется чуть ли не в параболический бычий тренд. У нас есть 30-дневный, 180-дневный и 200-дневный графики объемов холда. Дневной график, как мы видим, сейчас падает. Но это значит не только то, что люди на краткосроке не склонны холдить, а еще и то, что у нас на краткосроке много спекуляций, трейдов и так далее. Если же мы будем изучать график 30 или 180 дней, и это значит, что биткоин держали 30 и 180 дней соответственно, мы видим, что графики двигаются вверх, причем значительно. И если мы посмотрим на предыдущие рыночные циклы, то всегда, когда график холда значительно рос, это было четким сигналом бычьего рынка. И наоборот, если биткоин холдили значительно меньше, это был знак медвежьего рынка. Это, друзья, еще один отличный фундаментальный индикатор, который указывает на очень бычье будущее биткоина. И последняя очень важная вещь на сегодня, это биткоин кэш против лайтнинг нетворк. Как вы знаете, лайтнинг нетворк это решение для биткоина, чтобы улучшить его масштабируемость. Посмотрите, при прямом сравнении биткоин кэша и лайтнинг нетворк, мы видим, что количество транзакций кэша падает. Торговый объем падает, прибыль в биткоине падает и количество активных адресов тоже падает. Короче говоря, все фундаменталы для биткоин кэша падают. А мы помним, что команда биткоин кэша говорила, что она и есть настоящий биткоин. А теперь посмотрим на лайтнинг нетворк биткоина и видим, что его фундаменталы растут. Причем все. Да, это разные метрики, но тем не менее это показательно. Лайтнинг нетворк растет, а биткоин кэш пока что страдает. Это было очень интересно для нас и, наверное, для держателей биткоин кэша тоже. Пишите, что вы думаете по поводу услышанного в этом видео в комментариях. Это был невероятно бычий эпизод, а мы такие любим. Ребята, я не буду комментировать то, что рассказывал ММ Крипта, но звучит это вполне убедительно на самом деле и аргументация тоже. А вам я могу сказать только одно. Зарабатывайте. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин